всем привет сегодня у меня совсем неожиданное видео незапланированное потому что ко мне наведались совершенно не брошенные гости в коллекцию я бы вообще как бы не собиралась ничего снимать потому что для начала у меня появился трипс ну трипс это такое дело я думаю что все его знают собственно я на него особо даже и внимание не обратила потому что это очень распространенный вредитель я с ним уже сталкивалась в свое время года два наверное да когда я не только начинала коллекционировать орхидеи где-то два года назад случайно он забрел ко мне в коллекцию потому что на тот момент я получила новые растения в количестве четырех штук и чтобы никто особо не заметил что новое что-то у меня появилось я их сразу воткнула на окно ну конечно не посмотрела они были заражены трипсом и тогда я первый раз ним столкнулась но правда достаточно легко я его вывела тогда коллекция была небольшая совершенно у меня где-то около 50 на тот момент орхидеи было три раза я его пролила октара опрыскала замочила и он благополучно исчез точно также недавно где-то неделю назад проходя мимо вот этого стеллажика этому стеллажик на кухне он располагается здесь у меня в основном маленькие такие молоденькие растенечки и мои подростки потому что стеллажик небольшой совсем такой вот интерьерный и у него очень маленькое расстояние между полочками по моему 35 всего сантиметров здесь у меня стоят а цветашки которые не требуют большого расстояния чтобы цветоносы помещались проходя мимо стеллажа я замечаю что вы некоторых молоденьких листиках появились бугорочки первый признак этого трипса ну я для того чтобы может быть кто-то не знает я хочу показать как это выглядит возможно кого-то это убережет или по крайней мере он поймает эту заразу на начальной стадии вот так выглядит вот кладка внутри листика молодых растений молодых особей вот они очень любят молоденькие листики вот эти бугорочки я думаю что их хорошо видно вот на одном растении вот на листике молоденьком вот поводка хорошо видно другого растения вот не смотрите что листики это я уже один раз обрабатывала трипс это было в эту субботу прошлую ну я себе обнаружила трипс это и обнаружила у девчат поинтересовалась как мне все ли мне опрыскивать потому что трипс только на одной полке а у меня здесь четыре полки на этом стеллаже плюс кухонное окно ну подумала что тремя обработками я и обойдусь собственно говоря первую обработку я провела в субботу и как-то так невзначай через пару дней я подхожу к стеллажу и вот стоит моя любимая фортуна зальцмана а вот и я так приподнимаю цветочек и вот здесь возле колоночки у нее сидит даже не сидит а просто на тот момент вообще не знала что это просто заметила четыре маленьких пятнышка маленьких таких вот пятнышка где-то по два миллиметра ну на нескольких цветочках это было и на ней и и вот здесь вот было на на вот этом вот гибриде ки думаешь что это такое совсем не могу понять а еще где-то недели полторы раньше я уже посоветовала с девочками на листьях у меня вот тут вот особенно на вот этой фортуне вот даже пятнышко вот появилась листик раньше был чистый ну вот здесь появилась липкая такое пятно как будто бы кто-то капнул медом липкая неправильной формы ну можно конечно спутать с гутацией ну это было понятно что это не гутация хотя очень многие орхидеи цветут и действительно этих липких капель ну достаточно много у меня но с вот этими пятнами на листьях я вообще столкнулась первый раз я никогда такого не видела первое я заметил на фортуне но потом смотрю рядышком тоже еще на одной орхидейке там еще на одной орхидейке я не могла как-то все это воедино в голове своей собрать думаю да что ж такое и когда я уже на фортуне увидела вот эти пятнышки а и девчатам тоже написала в группу девчата помогите что это такое ну тоже писали гутации как бы ничего страшного я вытирала всегда влажной тряпочкой себе но какое-то время их не было потом они опять появлялись и вот когда я поняла что это за пятнышки коричневые у меня сразу в голове сложился пазл думаю а вот она что ну собственно тут я посмотрела поснимала их они были уже полудохлая потому что мы я же говорю обработку уже первую сделала борясь с трипсом и сразу помчалась в спальню смотреть потому что у меня в спальне на комоде тоже стоят орхидеи и я там же видела такие же липкие пятна тоже мне писали гутация капает нам с верхнего листа она распространяется ну я как бы конечно хотела верить лучше скажем так в общем помчалась я туда в спальню смотреть что же это такое потому что точно видела такие же липкие пятна и на орхидеях в спальне на окне и на орхидеях в спальне на комоде так что так у меня сейчас будет шок контент я думаю что вы будете готовы также ну трипс это как трипс ну то что я увидела боже мой я вам даже передать не могу так минутка сейчас я перемещусь и сейчас я вам такое покажу ну вот собственно я теперь в спальне вот это мои орхидеечки которые стоят спальне на комоде я сюда примчалась увидев липкие листья здесь и вот что я вам хочу показать что вы по крайней мере никогда конечно чтобы не сталкивались ну вот это то что у меня было вот липкая вот такая вот масса как будто бы мед вот мед тягучая и липкая ну и собственно шок контент вот еще одна зараженная и вот смотрите какая гадость боже мой я когда это увидела мама дорогая я хоть как бы не робкого десятка я все таки медиком хотела быть хирургом я и крови не боюсь ничего вообще не боюсь но когда я увидела вот эту гадость фу-фу-фу я чуть не брякнулась вчера в обморок во-первых от отчаяния как как я уже достаточно опытный цветовод который три года возится с орхидеями могла нее прохлопать я же ну как читала хотя бы знала как это выглядит но все меня вот-вот-вот вот видите вот 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 как она выглядит не смотрите на листиков шерсть котячья у нас собственно у нас не только на листиках на у нас везде а вот и такая вот беда ко мне постучалась немножко хотя бы красивого вот а то я вам все об этих гадах и догадах еще цветет ангел красивенький здесь вот у меня распустился микки смайл нежная такая архидеечка красивенькая каскад будет красивый тоже вот еще цветет радуга тоже любит подсвести вчера открылся фокус кукол вчера открылся вот второй цветочек у меня луноросы какая разница с первым первый уже выгорел а этот только-только открылся красивенький в общем друзья вот такая вот напасть посетила мой дом я вчера была в отчаянии я сначала думала вчера сразу броситься в бой и начать травить ну поскольку дело было ближе к полуночи я так понимаю если я заходилась бы с этим травить то я отправила б уже до утра это все дело и что получается у меня орхидеи в квартире стоят абсолютно в разных местах стоят и на кухне на стеллаже на окне стоят спальне тут у меня на комоде на окне на полках в общем орхидеи везде что называется и поскольку определенного места у них нету я их ношу туда-сюда отцвели я переставила там тут подцвели красиво постояли у меня на тумбочках отцвели я их переставила на стеллаж и короче вот такой вот своеобразный круговорот орхидеи в моей квартире и я посмотрела что это щитовка поганая она во всех местах да ее немного до первые особи как бы на на окне спальне ну мои дочки на окне тоже я обнаружила в общем занятие у меня теперь надолго есть наши руки не для скуки я конечно в ужасе что я вот так вот ее прохлопала хотя я вот эти вот липкие пятна и я видела где-то с месяц месяц у меня сначала они были небольшие меня конечно сбила с толку вот эта агутация думала что все-таки это ну она где-то капнула а потом а потом я как-то не придала значение наверно то есть где-то наверное халатно то есть надо было копаться рыться но мне сейчас не особо до счетовки у меня детеныш школу заканчивает сейчас у нас будут выпускной будут вступительные экзамены как-то я ну орхидеи понятное дело поливаю удобряю но особо я не разглядываю их вот не разглядывала так как я обычно это делала раньше ну собственно вот поплатилась чем буду травить девчата мне столько всего тоже наговорили в группе посоветовали что я буду делать ну во первых у меня есть актара я думаю травить на первое время актаром актарой леночка наша с канала любовь гармонии красота мне посоветовала обероном все это дело уничтожить но поскольку у меня оберона нет пока он ко мне придет все-таки надо что-то делать чтобы это бога не расползалась а вот она вот она вот ее видно капец вот если бы она еще была покрупнее если бы она еще как-то выделялась на этих листьях вот она как-то если какой-то был контраст может я ее бы заприметила а так листья зеленые она такая бледно-бледно-коричневая но это еще не такие крупные как бы особи у меня это наверное еще не последняя фаза не последняя стадия в общем одни девочки говорили снимать их другие категорически не снимать ну значит я думаю что я первый раз я их снимать не буду я их протравлю актарой хороший сделаю раствор крепкий ну вот сначала все пролью и вот когда они уже будут ну такие по крайней мере если не дохлые то полудохлые вот тогда я начну их всех снимать потому что вот по информации одной там нашей юлии озеровой что их нельзя снимать потому что малышня все сидит под вот этими панцирями они могут расползтись и вообще тогда это все насколько усложнится шумала не покажется что называется в общем вот такие у меня тут орхидейные новости вместо того чтобы вам показывать что цветущая красивая буду заниматься травлей вот травлей этой гадости ну по крайней мере через несколько недель и расскажу покажу что у меня вышло с этого хотела снять вам еще видео ну может быть даже сниму с кухонного окна там у меня есть и красивый роспуск очень красивый бабулетки и малыши у меня по приходили еще совершенно новые сорта и три малыша у меня 1 и 7 будут зацветать в общем есть что показать конечно но первым делом это щитовка я даже уже того трипса не беру даже в расчет как я конечно посмотрела видео это такая напасть дай бог мне силы и терпение с этим справиться если честно вчера руки опустились я вчера чуть не ревела сидела я не знала ну как с чего мне начинать как бы что мне делать ты понимаешь что это не смертельная понимаешь что это не клещ спасибо ирине она смогла поддержать вчера говорит ну люда но это же не клещ это ж ничего страшного ну ирина спасибо большое это действительно не клещ клеща я вообще боюсь как огня и главное что у меня все растения проходит карантин я уже имею опыт вот этого трипса когда я воткнула орхидеи без карантина на окно вот и теперь у меня все ну месяц они стоят у меня все на окне проходит непонятно поскольку вся эта зараза началась с кухни я подозреваю что все-таки это либо фрукта либо овощи ну либо цветы на срез приносили внутри их так точно потому что я очень часто покупаю на привозе цветочки у бабулечек там домашние и приношу возможно возможно трипса но как появилась щитовка для меня честно говоря это загадка просто загадка я не знаю с овощами может с клубникой в общем это только я буду в догадках теряться в общем есть чем заняться будем травить вот такой мой красивый ангел до сих пор цветет на этой прекрасной минуте я наверное буду с вами прощаться а сама пойду разводить раствор хотела именно вам снять и показать эту гадость может быть кого-то это убережет может быть по вот этим признакам что вы будете если кто-то не дай бог увидит вот такие липкие липкие листья это не агутация агутация по краю листика находится и маленькими маленькими капельками а когда вот такая вот прям бы у вас на листе все если не дай бог увидели знаете что этой щитовкой максимально быстро предпринимайте какие-то меры и я побежала предпринимать меры все дорогие всех обняла убежала